Всем привет, меня зовут Антон. В этом видео я хочу немножко рассказать про состояние Computer Vision сейчас, ну и понятно ML вокруг, то есть в целом Computer Vision это фокус, но сейчас нельзя говорить про Computer Vision без ML. Год назад я делал уже похожее видео, в целом очень многие тренды сохранились, какие-то вещи я буду отсылаться к тому видео, там более подробно все это расписано, поэтому посмотрите его, если вдруг будет интересно, а тут я больше на ситуации этого года. Немножко про себя. Я Computer Vision занимаюсь последние 15 лет, в основном это различный консалтинг или разработка под заказ, есть какие-то постоянные там заказчики, с которыми долго там взаимодействую, помогаю им выстроить ML-команды и управляю этими ML-командами. Немножко занимаюсь стартапостроительством, немножко всяким другим, поэтому экспертиза у меня и насмотренность на рынок довольно большая, как раз вот на то, у кого что есть, как это сделано, куда все идет, какие тренды, что сейчас людей больше всего интересует. То есть это не со стороны такого хардкорного ресерча институтского, это больше со стороны рынка, интеграции в рынок новыми стартапами, новых идей. Так, начинаем. Есть ли сегодня Computer Vision? Это очень хороший вопрос. То есть, насколько актуальный сегодня вообще Computer Vision? Потому что кажется, что в целом ничего нового, вот если смотреть там по продуктовым вещам, оно в чистом Computer Vision не появляется. Ну, есть у вас там какие-то детекторы кошечек, собачек, и есть. Если же посмотреть по грубже, то начинает становиться понятно, что в целом все новое, что было за последний год, это скорее какое-то сращение с мультимодальными моделями. То есть, какие-нибудь большие LLM-ки с визуальным входом. В реальности, конечно, появились и некоторые другие штуки. То есть, та же генерация картинок, как вы видели, много чего вышло за последний год опенсортного и открытого. То есть, в каком-то смысле Computer Vision двигается в эту сторону. То есть, это большие генерационные сети, большие сетки по сращиванию с LLM-модальности. Но нельзя сказать, что это как-то уменьшило сильно запросы на разработчиков, конкретно за этот год. То есть, я все равно думаю, что это будет уменьшать запросы, я поговорю потом. Но за этот год, в целом, довольно много кампаний, которым нужно интегрировать Computer Vision в их решение. Понятно, что сейчас есть очень много готовых продуктов на рынке. Вы можете взять готовый продукт по распознаванию касок или готовый продукт по анализу каких-нибудь аномалий на предприятии. Но очень часто бывает, что все готовые продукты, их надо допиливать, что увеличивает время. Очень часто бывает, что вы берете готовый продукт, а фирма умирает, поэтому вы не можете доверять ее готовому продукту и надеяться, что он там в будущем поддержит все ваши кейсы. Поэтому, в целом, довольно часто бывает, что итоговые решения разрабатывают сами под себя, исходя из текущих требований и нужд. Это до сих пор достаточно частая вещь, что нужно разработать что-то самим, чтобы закрыть какую-то нишу потребности. Это довольно прикладные задачки в первую очередь, но их много, и проблема в том, что очень часто сложно найти себе какую-то достаточную экспертизу вот именно в том домене, в котором ты что-то делаешь. Ну и вообще проблема с экспертностью, о которой мы поговорим немножко далее, она достаточно актуальна. То есть, в среднем Computer Vision остался, это некоторое такое прикладное, и это некоторое ресерч. Есть еще несколько моментов, где остался Computer Vision, но это скорее появление новых задач на базе Computer Vision. Вот об этом тоже поговорим. Пока что про такие общие тенденции, скорее. Общая тенденция. Мне кажется, что достаточно сильно за последний год изменилась разметка, подходы к разметке и все остальное. То есть, да, до сих пор это, и мы часто используем в своих задачках, просто там заказать, давайте нам разметить 10 тысяч картинок и обучить новую модель на этих 10 тысяч картинках. Но на практике оказывается, что сейчас очень часто можно взять GPT-4O, и если вам нужна классификационная разметка большого датасета, просто использовать ее в качестве прелейблинга. И часто оказывается, вот у нас была там сложная задача одна, где люди размечали условно на уровне 95%, а GPT-4O размечал на уровне там 85%. Если задача легче, то вот эта разница между людьми и разметкой моделью, она в целом нивелируется. И появилось очень много техник, которые позволяют ваншот делать. И в целом вот эта вот задача, что если у вас есть какая-то довольно простая задача, которую надо быстро делать, сейчас приводит к тому, что, а вообще нужна ли для нее разметка. Мне кажется, что пока что компании, которые разметкой занимаются, они не должны были сильно вот этого почувствовать. Но я бы ожидал, что в течение следующего года будет начинаться такой вот уход мелких решений, что для них проще будет использовать вот большие foundation model для обучения. Это вот то, что, мне кажется, такое серьезное изменение намечается. Очень сильно в рынке сейчас вот из таких изменений увеличивается некоторая хаотичность. Никто не понимает, что и как надо делать. Потому что с появлением вот этих больших foundation моделей появился некоторый такой тренд. О, я сейчас запилю это решение на такой большой модель. Но обычно оно получается экономически невыгодно. То есть вообще разметка, даже вот то, что я говорил про разметку данными, если мы посмотрим в перспективе, это будет сравнимо с некоторыми... То есть, опять же, там разметку можно заказать по-разному. Там есть всякие толоки и прочее. И в целом, если мы смотрим нижний край вот этой стоимости разметки, то сейчас нижний край стоимости разметки людей подошел к верхнему краю стоимости разметки такими большими моделями. И люди сейчас не очень понимают, а может мне вообще не надо размечать, может я использую вот такую foundation модель в продакшене. И на них делаются очень неплохие прототипы, демонстраторы технологий. Но обычно это все экономически невыгодно. То есть, есть какие-то задачки, где это чуть более экономически выгодно, есть чуть менее экономически выгодно. Но есть очень стойкое ощущение, что сейчас за счет увеличения хаоса из-за этих больших моделей, многие не понимают, что и как им делать. Поэтому находятся в некотором таком хаотическом подвешенном состоянии. То есть, кто-то делает ставку на классику, кто-то делает ставку на большие модели. На мой взгляд, скорее нам надо ожидать того, что все эти большие модели уменьшатся и будут помещаться в специальную архитектуру чипов. И тогда все это будет решено. Но до тех пор будет вот некоторый такой, не знаю, disruption-рынг что ли. Вот. Железо, собственно, чипы. Вот тут вот прямо всплеск. Если вы смотрите за моим каналом, я у себя часто делаю обзор разных AI-чипов. И прямо такого количества новых, принципиально новых, доступных и в целом неплохих платформ никогда не было. Вот передо мной там лежит вот, поэтому я уже выпустил NXP-видео, поэтому я думаю, на момент выпуска этого видео оно будет уже выпущено, пока еще не выпущено. Это медиатексская плата от RATX. Очень хорошая там в целом с некоторыми оговорками платформа, но я бы ожидал... То есть их становится сильно больше, и сейчас можно уже довольно дешево запускать то, чего нельзя было раньше запускать на IG. Но я бы ожидал, что все-таки вот большие лингвистические модели, они тоже начнут сюда очень активно приходить. То есть вот примером может служить ROG-чип. Они выпустили недавно фреймворки для 3576 и 3588 для LLM-моделей. Там до 6B поддерживается много моделей. Там пока, по-моему, не поддерживаются визуальные компоненты, но как бы надо ожидать, что скоро какие-нибудь из визуалок тоже там начнут поддерживаться. И это довольно большое изменение баланса и рынка. То есть когда вы уже в железку, можете что-то такое фондейшнл запихать, причем оставаясь в пределах сотни баксов. Пока что вот те плата, которые я сейчас в руках крутил, в них это нельзя. Понятно, это можно в Jetson, но в Jetson это там 600 баксов будет. Понятно, что это можно запихать в какие-то... Вот, по-моему, CMA и частичные акселеры тоже анонсировали, что они это могут делать. Ну, то есть будет больше плат, а Halo туда говорит, что собирается. То есть точно будет больше плат, которые умеют все это делать. Но вот как бы очень интересный вопрос по поводу того, запихают, не запихают, насколько сложно этим всем будет оперировать. То есть вот все эти комбинации визуалок и LLM, они могут создать новые продукты и упростить очень много потреблений. То есть да, там по цене это будет невыгодно, но по качеству почему бы и не. Еще из новинок мне кажется, что то, что вот естественно сейчас даст огромную фору и будет очень сильно развиваться, опять же это про вот некоторую грань между Computer Vision, LLM и Reasoning, это роботы. То есть посмотрите на всех тех роботах, которые в последнее время все проанонсировали. Это Optimus там от Tesla, это 1X, что там. Ну, короче, их в десятке было анонсировано. У них пока что управление, ну, так себе в большинстве случаев работает. Ну, очевидно, что оно будет развиваться, то есть в целом, например, юнитришные роботы, ну да, они там не очень высокие, они там с подростка, но они стоят 16 тысяч долларов, что в целом сравнимо с зарплатой за год даже в довольно дешевых странах. И можно как бы сказать, что такой робот вполне себе, а он, понятно, там работает, ну, не 24 на 7 ему заряжаться надо, ну, там без выходных, по крайней мере, часов по там 12-16, наверное, может работать. Вопрос, конечно, в железе конкретно этого робота, но в целом на таком ценовом диапазоне много чего можно интересного сделать. И кажется, что эти роботы сейчас будут в течение следующих нескольких лет активно все заменять. Проблема в том, что, конечно, эти роботы пока что там скорее хаос, там некоторый хаос с тем, где и как их применять, и вообще с рынком, то есть наш стартап, которым мы немножко занимаемся, это вот как раз про такие роботы. Ну, не про такие, вообще в целом про роботы, интеграцию роботов в рынок. Поэтому интересненько. И я вот как бы думаю, что роботы очень сильно жахнут. Пока что не сказать, что там очень много людей этим занимается, то есть по сравнению с общим там компьютер-вижн рынком, LLM рынком. Вот, это не то, что больше всего. Всякие арт-решения, то есть, например, красивая там генерация видео, генерация картинок. Понятно, что это все будет очень сильно развиваться. Понятно, что там есть пока что вопрос очень большой удобства этого использования в реальности. Я, вот, у меня есть стойкое соображение, что это не то, что будет сжирать очень много человеческих ресурсов прямо сейчас. То есть, это не то, что вот развивается в пламя. Там есть дофига работы. То есть, скорее, этим занимаются всего лишь там 3-4 десятка компаний в мире, у которых есть достаточно много ресурсов для этого. То есть, хорошие кластеры, то есть, ресерческая часть. Но я почти уверен, что в какой-то момент на базе этого будет рождаться все больше и больше продуктов, которые будут какие-то штуки делать. То есть, уже сейчас мы видим AI-фильмы различные, но пока что там одни из проблем. Ну, например, это удобство некоторых, как туда вписывать персонажей. Достаточное количество стабильных персонажей от кадра к кадру. Как достаточно хорошо там... Да, там есть красивые кадры, но у режиссера может быть другая задумка. И там сеть может не полностью понимать слова режиссера. Поэтому нужны некоторые инструменты по тому, как всем этим делом внутри управлять. Я уверен, что это все будет появляться. То есть, вот там прям вчера я видел неплохие штучки по генерации лиц. Но пока что явно это нет некоторого сложившегося пайплайна, инструментария всех этих работ. Я уверен, что тут вот прям очень много поменяет. То есть, уже много поменялось, но вот прям будет очень много изменений в ближайшее время. Но пока что, как мне кажется, это не является прям супер большим куском рынка. Ну и опять же, это не сойдем классический компьютер-вишн. Вот. Теперь, собственно, давайте поговорим немножко про то, как этим разные компании занимаются в разных странах. То есть, в каком состоянии все это делают. Ну, начнем, наверное, с России. Как бы, ну, тут, да, мне кажется, все довольно грустно сейчас. То есть, в целом, все те тренды, которые я говорил год назад, сейчас присутствуют. То есть, в России сейчас невыгодно делать стартапы. Ну, как бы, это очевидно. Посмотрите прошлое видео. Я еще отдам ссылку на одно видео в описании. То есть, в теории, в России сейчас стартапы и мелкие компании, которые что-то новое делают, они в теории не могут выжить. Нет нормального выхода на мировой рынок, нет нормальных инвестиций, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому сейчас остались либо мелкие компании, которые делают какие-то готовые продукты, они ресерчем не занимаются. То есть, вот, там, роботами в России условно занимаются три компании, четыре. И то они имеют огромные проблемы с этими роботами, я бы сказал. Всяким визуалом, там, генерацией видеокартинок, ну, условно, там, Сбер, Ну, Яндекс, наверное, все, да? Вот, там занимают плюс-минус несколько еще ресерчерских команд. Вот, как бы, понятно, что занимаются, но понятно, что никакого объема, там, количества денег и движа того, что есть на мировой арене, там сейчас нет. Понятно, что все, что выходит, ну, оно несколько вторично. То есть, да, иногда пытаются какую-то новую идею что-то зарелизить за счет опенсорса, но мне кажется, что это немножко сейчас повторение пройденного. Естественно, там, рынок по компьютер-вижну в России, там, какие-то бодишопы, они сейчас почти вымерли. Ну, как, понятно, что остались, можно найти людей, кто работает из России, там, американские компании. Но обычно это связано, там, либо с какими-то хитрыми, ну, там, большинство американских компаний, им не хочется, чтобы у них сотрудники были в России, потому что это дополнительные проблемы и риски. Поэтому абсолютное большинство тех, кто я знал, они всех уволили, понятно, либо люди, ну, то есть, понятно, что есть люди, которые делают вид, что они не в России, там, открыли ИП-шки где-нибудь в Армении, еще где-то. Но в этом случае очень много становится рисков и налоговых, и по работе, поэтому, ну, кто-то так развлекается, ну, мало кто. Поэтому, в целом, как бы, сейчас в России основной фокус – это большие крупные компании, которые большую часть рынка скупают. Ну, либо какие-то продуктовые компании уже устоявшиеся, которые, там, делают свои продукты. В целом, все это нормально работает, но не сказать, что, ну, то есть, как бы, оно в текущем состоянии стабильно, но оно, вот, грубо говоря, в 22-м году откатилось по уровню назад, ну, и несколько стагнирует в том состоянии. То есть, по большинству тех, кто реально крутые проекты вел, крутые вещи делал, они сейчас уехали. И, понятно, все те, кто начинают там выходить на некоторый уровень, им тоже проще уехать, потому что нет никаких вариантов. Европа. Давайте перейдем на Европу. В целом, в Европе ситуация другая. То есть, в Европе, во-первых, есть очень много крупных мировых фирм. То есть, вообще, Европу сложно рассматривать как один какой-то кластер, но понятно, что есть много стран, где есть много офисов мировых фирм с мировым уровнем того, что у них происходит. А вот за пределами этого все очень от страны к стране зависит. То есть, в каких-то странах... То есть, в целом сказать, скорее, можно, что из-за того, что Европа куча-куча регуляционных законов поводила скорее каких-то вот AI-стартапов до сих пор строят. Но вообще там... У меня было отдельное видео на другом канале про вообще стартапы, и все с ними связано, и в том числе в Европе. И, как мне кажется, в Европе стартап в среднем сильно меньше, чем в Америке сейчас. Их делать сильно сложнее, их выживаемости сильно меньше. Но что-то происходит. Хороший ресерческий потенциал, очень много крутых институтов, которые выпускают, и люди в целом хотят остаться в Европе. Поэтому так или иначе стартапы делают. Но, конечно, денег в Европе сильно меньше, регуляции в Европе сильно больше, чем везде, где бы то ни было. И в Европе очень много крупных офисов, крупных компаний, которые всех на себя сманивают. Поэтому я вижу очень много компаний, у которых реальные проблемы найти крутых специалистов. Но, тем не менее, какие-то специалисты есть, люди работают, и много довольно интересных проектов. В целом, у меня были другие рынки насчет и особенностей найма, там, про Европу. И лучше посмотрите их. То есть, в целом, на мой взгляд, общее состояние, оно вот такой компьютер-виженная AI вокруг. Рынок скорее жив, но он, понятно, там сильно ниже, чем в Америке. Ну и про Америку. Там все понятно, что много компаний, высокая конкуренция, рынок перенасыщен. Но перенасыщен, в первую очередь, не очень компетентными людьми. Но на рынке нет хороших систем фильтрации, там, плохо компетентных от хороших людей. То есть, все это, в основном, либо делается некоторыми шаблонами с лид-кодом, которые, не сказать, что позволяют определить что-то, что человек знает лид-код. Либо это делается шаблонами, некоторыми, ну, частными импрессионами, насколько человек понравился, его опыт понравился. Но при этом, конечно, количество стартапов, вот, именно в компьютер-вижене, ну, оно точно не понижается в последнее время. То есть, даже если мы берем что-то про, вот, там, древние технологии с трекингом, внезапно, ну, я знаю много компаний, которые стартовали новые продукты за последний, там, год-полтора и весьма успешно. В целом, что за пределами Европы, России и Америки? Есть много азиатских компаний, я на много из них натыкался, но, конечно, там есть некоторые проблемы с тем, что на мировой рынок скорее выходят, это некоторые англоговорящие страны, ну, условно, там, можно сказать, что Сингапур какой-то, да, и можно сказать, что какая-нибудь, например, Австралия. Как ни странно, нам очень много писали из Австралии различных людей, и я консультировал некоторые компании из Австралии. Не знаю почему, но вот там есть некоторый такой бум из того, что я вижу. Понятно, что есть в Дубаях много кого, но в основном в Дубаях это сейчас все, с кем я общался, это русские разные компании. Поэтому в целом есть некоторые ощущения, что, конечно, самый большой рынок сейчас по компьютер-вижну в Америке, он, я бы сказал, что он не развивается так быстро, как когда-то, он перегружен и перенасыщен хаосом и некомпетентностью, но в целом он существует. В Европе поменьше, и в целом, скорее, люди делают это что-то увлеченное, в России, ну, ситуация понятна. Немножко про перспективы, про компьютер-вижн, куда все это движется, как все это идет. Вот как бы я сказал основные тренды, что, на мой взгляд, сейчас важно. Пока что мы еще не в той точке, когда нас всех это самое заменит AI, пока что мы еще в точке, когда мы прибиваем AI ко всему, к чему только не попадя, чтобы оно позаменяло всех других, но в какой-то момент, наверное, когда я бы оценил, что, может быть, лет через 10, ну, как бы через 5 начнется уже некоторые стагнации ощутимые, а через 10 лет уже большая часть задачи, на мой взгляд, должна быть либо решена, либо приведена к некоторому знаменателю, что оно нерешаемо. Единственный вариант, что, ну, опять же, если вдруг LLM-ки там показывают принципиально новый уровень в какой-то момент, то это может куда-то двинуть. То есть, опять же, там, те же LLM-ки с Computer Vision, например, на стыке, они работают хорошо, они как бы впечатляюще работают из коробки, но как только дело касается какой-то задачи, где надо показать высшую точность, и которая должна хорошо работать, оно нерабочее, и настраивать это все на порядке сложнее, чем классические решения. Поэтому на текущий... То есть, если сильно упростится вот простота настройки больших моделей на целевые решения, либо если на порядке упростится простота, там, обучения с нуля или, ну, вот какого-то фонтюнинга, это может очень сильно сдвинуться. Если вдруг модели скачнут вот на качественно новый уровень воспринимания информации, это тоже может очень все сильно качнуть. Но пока что на текущий момент, мне кажется, еще работы и задач много. Как-то так. Очень много... Да, наверное, вот еще что стоит добавить. В прошлом моем видео очень много комментариев вызвало часть по поводу того, как новичку входить в компьютер-вижн. И в целом, мне кажется, что то, что я тогда сказал, это актуально. На всякий случай, я тут добавлю, что, на мой взгляд, это сейчас сложно, потому что как раз рынок перенасыщен некими петентами. То есть, в первую очередь, если у вас довольно большой опыт, релевантный, это большой плюс. Но я как бы видел им... Ну вот, опять же, он должен быть релевантным и хорошим. То есть, в целом, довольно быстро в беседе фильтруется, что человек не то, что оптен. И я часто как бы вижу, что большой опыт там, когда меня просят пособеседовать и что-то, но человек немножко не вдупляет, что происходит. И это довольно просто. Именно в AI это просто ловится и воспринимается. То есть, лично мне на уровне вот такого всегда очень просто понимать компетентность человека. И мне кажется, сейчас рынок в целом скорее про то, что если нужно решить задачку, нужно брать людей, у которых есть какой-то опыт и насмотренность, и понимание, как с этим работать. И, к сожалению, не любой человек может... То есть, в отличие от классического программирования, AI, он про то, что есть некоторый базовый уровень, который надо превзойти, чтобы приносить пользу. То есть, в классическом программировании этот уровень сильно-сильно ниже получается, как мне кажется. И поэтому я всегда говорю, что в AI я не очень рекомендую... Вот последние два года я не очень рекомендую, если вы там с нуля решили вкатиться в IT условно. И вот любые ML-задачи — это не то, куда вам нужно идти. Какие советы там и что вот про это? Ну, все ровно то же самое, что там год назад в прошлом видео, что через какие-то знакомства, через проекты, в которых вы поучаствовали, может, там в качестве пэт-проекта, может быть, в качестве там мейнтейнера какой-то библиотеки. То есть, вход сейчас скорее только либо через знакомство и понимание, либо через экспертизу. А вот с нуля, что там без опыта человек попробует куда-то устроиться, ну, как бы всегда есть некоторая вероятность, некоторый уровень всего этого дела, что повезет, но это без каких-либо гарантий. Это никак не изменилось, и я думаю, что это будет ухудшаться в следующие годы. Вот, потому что, опять же, именно в AI некий требуется базовый опыт, уровень, с которого надо все это начинать. Ну вот, да, теперь, наверное, точно все. Спасибо за внимание, надеюсь, это было полезно. Подписывайтесь на мой канал. Я там в этом году спросил, каких вопросов поотвечать, но в целом много народу поставило, что да, делай видео, но никаких вопросов никто не накидал. Поэтому вот я более-менее так осветил то, что в прошлом году рассказывал, или то, что из головы надерзал, из того, что меня спрашивают в последнее время. Вот, спасибо за внимание. Всем пока.